Начинаем с левого уха, когда правое, я скажу. Даже если звук будет еле-еле слышен, далекий-далекий, нажимай, не пропускай. Начинаем с левого. Все пять лет войны Максим работает детским врачом в неподконтрольном Донецке. Лечит нарушения слуха. Но визуально выглядит хуже левое, потому что там есть небольшие рубцы. Среди его пациентов и дети, контуженные после обстрелов. Ситуация немножко поменялась, в связи с отсутствием активных боевых действий, конечно, стало немножко спокойнее. Как и другие, в 2014 году Максим решил, уехать или остаться. Выбрал второе. Большая часть семьи находится здесь, и уехать куда-то, сорваться на новое место было очень тяжело. Наверное, это на первом месте. Ну, второе, наверное, это некая привязанность к Донецку. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь становился как врач. Врачи и учителя, шахтеры и металлурги, коммунальщики, предприниматели и даже чиновники. По ту сторону линии разграничения под контролем пророссийских группировок сегодня работают сотни тысяч человек. Что с ними будет после реинтеграции, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский. Наших граждан с Луганской до Донецкой, независимо от их ставления до так называемых ЛНР, ДНР, без исключения, без исключения. Всех называют сепарами. И все меньше, згадывая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим о гражданах Украины. Все меньше и меньше. И это не правильно. Жители неподконтрольных территорий сегодня боятся возможных преследований за то, что остались работать в оккупации. Об этом откровенно говорят украинские правозащитники. Когда мы сейчас устраиваем диалоги между людьми с неподконтрольной территорией, мы видим, что усилились страхи. Есть страхи, что если человек был руководителем музея, условно говоря, в городе Луганске, городе Алчевске, то после реинтеграции этот человек может каким-то образом быть привлечен к ответственности, условно ссылаясь на закон о финансировании терроризма. Кстати, это касается и предпринимателей, которые на той территории сейчас занимаются предпринимательской деятельностью. Грубо говоря, непонятно, кого будут люстрировать, кто попадет под амнистию, а к кому вообще не возникнет никаких вопросов. Ответы должен дать специальный закон, который, возможно, уже скоро будет принят в Верховной Раде Украины. Люстрация, закон о коллаборантах, закон о амнистию. Это, опять же, разные названия фактически одного единого загального великого закону, который должен называться «Про переходное правосудие». Мы ждем его падения, кто сказал, до Нового года, в то время, кто сказал, уже после Нового года. Примирить страну и не перейти за так называемые «красные линии». Перед разработчиками законопроекта о переходном правосудии, его, кстати, в парламент должен подать президент, стоит поистине неподъемная задача. Вот что, например, делать с чиновниками городских администраций под контролем группировок ЛДНР или с так называемыми налоговиками или с работниками автоинспекции. Если по медицинским работникам вообще ни у кого вопросов нет, то есть их всех не нужно привлекать к ответственности. Но если говорить об учителях, то сейчас разные есть мнения по поводу того, что учитель каждый конкретный в каждом конкретном случае там делал. Герой Донецкой Народной Республики Павлов Арсен Сергеевич. Вы знаете, что позывной у него был. Какой дети? Какой? Кто это? Моторова, правильно. Если он занимался пропагандой, если он там разжигал, скажем так, конфликт, то к нему могут быть вопросы. Елена преподает украинский язык и литературу в одном из донецких техникумов. К возможной реинтеграции относится скептически. Очень сомнительно, что Украина возобновит свой контроль над здешними территориями. Люди в основном здесь этого не хотят. Поэтому здесь, наверное, этого не будет. Донецкая учительница считает, в любом случае люстрировать ее несправедливо. А чего мне бояться? Мне нечего бояться. Я не совершила убийств. Я не испытываю ненависти к Украине. В любом случае я останусь, если позволят работать на своем рабочем месте. Но я думаю, что все здесь претерпит большие изменения. Какая из моделей реинтеграции будет в итоге принята за основу, до сих пор непонятно. Правозащитница из Хорватии рассказывает об опыте восточной Словонии. Эту часть страны удалось реинтегрировать без военной операции. Но и этот опыт нельзя назвать удачным. Из-за сербо-хорватских противоречий. Действительно, на Донбассе хотя бы нет межнационального конфликта. Но страх возможных преследований тоже может вызвать отток части населения Донецка и Луганска в Россию. Ведь с одной стороны пропаганда и ускоренная раздача паспортов РФ. А с другой – неготовность, как минимум части украинского общества, к широкой амнистии. Я называю ДНР, ЛНР. Тому для меня это принциповая позиция. Я не готовый проголосовать за амнистию абсолютно всех. Я же не военный человек. Я врач. Поэтому, как правило, иллюстрировать, я думаю, врачей трогать не будут. Поэтому мы не политики. Поэтому пусть решают сами. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Александр Хоменко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.